Дагестан Генерал за генералом. Пожалуй, самое главное событие года. В Дагестане сменился глава. О планах нового руководителя республики в нашем выпуске. У нас огромное поле деятельности. Дагестану необходимо наверстывать упущенное, чтобы стать провин с другими регионами страны, чтобы сделать республику успешной, благоустроенной, комфортной для жизни и для гостей. Что удалось и что не удалось Владимиру Васильеву? И какие надежды возлагают дагестанцы на Сергея Меликова, заступившего на пост главы республики? Своим мнением с нашим телеканалом поделились политологи, экономисты и простые люди. Виртуальная реальность уже не игрушка, а профессия. Воспитанники технопарка «Кванториум» превращают увлечение в полезное дело. О технологиях, моделирующих будущее в сегодняшнем дне, в нашем выпуске. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. Перемены в руководстве Дагестана. Второй генерал подряд. Владимир Васильев ушел в отставку, а на высоком посту его сменил Сергей Меликов. Когда-то главный человек на Кавказе, потом второй в Росгвардии и вот теперь первый в Дагестане. О том, чего ожидать от нового лидера и какие сферы жизни требуют от врио главы республики особого внимания, мы узнали у политологов и экспертов. Подробности в сюжете по теме от Ханаповой. Ровно три года на посту главы Дагестана. Отставка Васильева произошла в тот же день, в который он вступил в должность. Сначала с приставкой в Рио, а с сентября 2018 года уже официально в ранге полноценного главы. Что удалось и не удалось команде Васильева, еще предстоит проанализировать экспертам. Но сейчас дагестанцев в большей степени волнует не то, что было, а то, что будет. Об этом мы и поговорили с политологами, экономистами и журналистами. По мнению экономиста Халила Халилова, главная задача, которая стоит перед Меликовым – собрать хорошую команду и обратить внимание на реальные запросы людей, не ориентируясь на цифры из справок. Его задача – это просто оценить адекватные ситуации, перспективы и цели, и адекватно всем этим задачам набрать команду эффективных управленцев, людей, которые будут работать на будущее Дагестана. Завышенных ожиданий нет такого? Ну, на Мелику завышенных ожиданий нет, потому что уже чувствуется, что все-таки в республике, и не только, и в Москве понимали и сделали правильное решение по отставке. Не по болезни. Понимали, что человек не справляется. Уделить внимание социальной жизни и нацелить команду на добросовестную работу – также одна из важнейших целей, отмечает главный редактор общественно-политической газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов. По его словам, экономического прорыва в республике со смены руководства ожидать не стоит. Безусловно, все ждут от Сергея Алимовича или от любого руководителя республики экономического прорыва. Но мы должны понимать, что экономического чуда не будет, не может быть экономического чуда в отдельно взятом субъекте, когда есть серьезные проблемы у страны в целом. Если даже такое возможно, то эта история не про Дагестан, потому что здесь слишком много разных факторов, влияющих на экономику. Это геополитическое положение самого субъекта. Это слишком много разных интересов, группировок слишком разных. И ему придется свою команду направить на решение простых житейских вопросов. Огромное количество вопросов, в том числе, которые к нему будут поступать через СМИ, через общественные организации. Эти вопросы часто не требуют серьезных экономических вложений. Они требуют всего лишь, чтобы чиновники не кошмарили бизнес, и чтобы они просто добросовестно выполняли свою работу. Ну а политолог Ханжан Курбанов, напротив, считает, что у нового руководства есть все шансы поднять экономику. Для этого, по словам эксперта, нужно лишь поддержать инвесторов с инновационными проектами, которые по тем или иным причинам тормозились как на местах, так и в Белом доме. Есть тоже задел, кстати, достигнутый командой Васильева. Создан инвестиционный совет. Раньше как же проходил инвестор, потенциальный чиновник, он закрывался в кабинете с ним. И говорил, а что мне будет с этого? Где мои 20-30 процентов? Реально так происходило в республике. Создан инвестсовет, в который входят эксперты, представители общественности. И они будут определять приоритетный проект инвестиционный для дальнейшего его развертывания на территории. То есть не будет... Вот этот задел надо развивать. То есть здесь задел. Надо этот механизм дать заработать. Вот новой команде, конкретно Сергею Меликову, необходимо десятки лет они развиваются, но пока их не слышат, этих людей, которые работают в инвестиционной сфере. Вот их надо услышать тоже, выслушать их и дать им возможность развивать. Не немного, но все эксперты сходятся в одном. Завышенные ожидания, которые неизменно сопровождали новое руководство республики, могут оправдаться лишь частично. В один голос политологи и журналисты говорят о важности открытого диалога власти с людьми. Как со СМИ, так и с общественными организациями и бизнес-сообществом. То есть самыми широкими слоями народа. Как раз у простых дагестанцев мы решили узнать, что они думают о политической ситуации в республике. Ну, Ранель Боза, это человек. Ранель Боза, надо было уходить. Нормально. А как вы оцениваете его деятельность на посту? Положительно, удовлетворительно. Хорошо. Мне нравилось, что он серьезный. Серьезно относился. Ну, Василий Луччик, конечно. Да? Почему? Как вы оцениваете? Потому что он в коррупции. Так, значит, мы занимаемся сетевым маркетингом. Нам поэтому все равно, кто там будет. Ну, что тогда и поменялось. Что именно? Ну, например, я как автолюбитель могу заметить, что дороги хотя бы поменялись. А у Меликова есть перспективы на вашу? Конечно, есть. Он молодой, энергичный генерал. Конечно, мы рады, что придет кто-то новый, значит, будет что-то по-новому нести. Надеемся на лучшее. Мы всегда надеемся. Надеемся, всегда ждем на лучшее, чтобы улучшится что-то. Многообещающий человек. Он очень грамотный. Во-первых, и самое главное, что он из Дагестана. Он понимает каждого. А какие у вас ожидания от нового главы Меликова? Больше динамики такой же положительной. Пост сдал, пост принял. На неделе в зале заседаний Народного собрания прошло представление временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меликова, на котором присутствовали руководители всех ветвей власти, депутаты и представители общественности республики. Напомним, 5 октября Владимир Путин принял отставку руководителя региона Владимира Васильева и назначил его своим советником. Другим указом президента России в Рио главы Дагестана был назначен Сергей Меликов. Подробнее о церемонии в нашем материале. Представил нового в Рио главы Дагестана помощник полпреда президента России в СКФО Сергей Стариков. Отмечалось, что нового лидера республики в Дагестане знают хорошо. В течение трех лет Сергей Меликов был полномочным представителем президента на Кавказе. Да и ему самому регион хорошо знаком. Дагестан – это красивейший древний край с богатой историей, уникальной культурой, самобытными традициями. Об этом я знаю не понаслышке и очень многое связывает меня с этой республикой. Безусловно, известные проблемы, стоящие перед дагестанским обществом, многие из них накапливались десятилетиями, некоторые приобрели хронический характер. Это и безработица, и низкий уровень жизни граждан, и проблемы в социальной сфере. Главные тезисы выступления Меликова – достижение нового уровня эффективности власти, налаживание обратной связи с людьми и выравнивание экономических диспропорций. Среди приоритетных направлений в Рио главы Дагестана выделил три основных вектора. Первое – обеспечение безопасности людей, в том числе в связи с неутихающей эпидемией коронавируса. Далее – экономический блок. Преодоление существующих проблем, улучшение делового и инвестиционного климата, ускоренное развитие экономики. Дабы наверстать упущенное и поселить в людях уверенность в завтрашнем дне. В плоскости решения задач ускоренного экономического развития у нас огромное поле деятельности. Дагестану необходимо наверстывать упущенное, чтобы стать в роли с другими регионами страны, чтобы сделать республику успешной, благоустроенной, комфортной для жизни и для гостей. Еще одна важная составляющая – формирование эффективной архитектуры органов власти, обновление кадров и декриминализация всех сфер жизни. Ну и третье – это усиление взаимодействия власти и общества, формирование эффективной архитектуры органов власти, открытые для запросов общества, способные к качеству удовлетворения, что потребует не только укрепления исполнительной дисциплины органов власти, обновления их кадрового состава, но и здоровой общественной активности, продолжение работы в ходе декриминализации региона. Меликов подчеркнул, что необходимо в полной мере задействовать республике потенциал молодежи, которая зачастую остается наедине со своими проблемами. Дагестанство – свойственная жизненная энергия, доброта, чувство справедливости. Мне очень приятно, что об этом говорил Владимир Владимирович Путин на нашей рабочей встрече 5 октября. Это в значительной степени объясняет, почему Дагестан занимает первые позиции в округе по доле граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, граждан, которые занимаются благотворительностью. И проблема с коронавирусом еще раз показала, что равнодушных в Дагестану людей в стране не оказалось. Один из главных посылов выступления нового главы региона – необходимо создание в обществе атмосферы сотрудничества и равных возможностей. Важно, по мнению в Рио главы, также использовать историческую уникальность Дагестана как многонационального и многоконфессионального региона с богатыми трудовыми и культурными традициями. Меликов считает это конкурентным преимуществом республики. Каждый дагестанец должен осознать свою сопричастность к определению будущего республики. История и мировой опыт показывают, что в основе позитивных примеров уходного развития кроется именно способность использовать свою уникальность, о которой тоже говорил президент нашей страны. Уникальность, которая для Дагестана является его исторической многонациональностью, многоконфессиональностью. В завершение Сергей Меликов поблагодарил Владимира Васильева за годы работы в Дагестане и слово взял уже бывший руководитель региона. То, что сделано, покажет время. С этого начал выступление экс-глава Дагестана. Васильев признается, что руководитель республики одновременно высокая честь и большая ответственность. За два года бюджет региона поднялся со 100 до 173 миллиардов. Хотя, по мнению экспертов, Дагестану нужны все 300. Но я сейчас хочу поблагодарить вас, всех присутствующих в этом зале, и тех, кого он инвестил. Мне кажется, мы выработали доверие и отработали форму взаимодействия. По словам Васильева, деньги стали использоваться эффективнее, а налоги собираться в большем объеме. Одни только АЗС увеличили налоговые платежи в 4 раза. Собираемость транспортного налога за 3 года увеличилась с 44 до 77 процентов. Налоговые деньги пустили на дороги и не только. Завершено 184 объекта дорожного строительства протяженностью в 150 километров. Мы улучшили за это время 364 двора и общественные территории с 2018-2019 год. В 2020 году было благоустроено 240 дворовых и общественных территорий во всех 52 муниципальных образованиях. Еще недавно на встрече главные говорили, что им стыдно, что они мало что могут. Сегодня они этого не говорят. Они уже строят, создают. Два миллиарда рублей впервые было выделено на водоснабжение. А это в 10 раз больше, чем в прежние годы. В экономике тоже запустили ряд важных направлений, которые предстоит развивать уже новой власти. В частности, переработку риса и возрождение киличного промысла на море. В 4 раза выросла перевалка нефти в порту. Напомнил Васильев и о 470 отремонтированных школах и впервые закупленных в полном объеме школьных учебниках. Также активно заработали программы «Сельский учитель» и «Земский доктор». На село за два года отправились почти 200 педагогов и 900 врачей. Увеличение бюджета позволило нам создать резервный фонд, который нам так понадобился в условиях ковида. Мы закупили в 6 раз больше лекарств, чем в 2017 году. Направили 3 миллиарда рублей на приобретение оборудования в месяц учреждения. Удалось закупить 230 новых карет скорой помощи, наладить в Дагестане производство быстровозводимых мостов и лифтов. Также было отмечено, что впервые нашли деньги на поддержку благотворительных фондов, которые до этого выполняли масштабные социальные задачи и оказывались на самых трудных участках. В частности, Васильев отметил фонд «Инсан». В завершение экс-глава Дагестана поблагодарил всех за совместную работу. Еще раз большое спасибо за то, что вы дали возможность работать с вами. Я думаю, что я изменился. Я стал старше, но я стал моложе. Я стал больше верить в людей и в то, что можно добиваться результата, который, многие говорят, неразвучный. Я как-то на их таре сказал вам, говорю, что это лучший год на мальчинстве. Я повторю. Тяжелый, но лучше. Спасибо вам за это. Далее подвел итог спикер парламента республики Хизришик Саидов. Он также отметил, что за три года удалось сделать немало в плане благоустройства и строительства и пожелал Сергею Меликова успехов на новом поприще. Подчеркнув, что новому главе региона не надо изучать республику, так как он никогда не порывал связи с Дагестаном. Мне кажется, что выбор сделан правильным. Ему не надо вновь изучать сложившуюся республику ситуацию, людей, потому что он не отрывался от нас, по сути дела, никогда. Интересовался делами, нашей жизнью. И мы надеемся, что все те необходимые для нас реформы, которые были начаты в предыдущие годы, они будут продолжены и принесут пользу нашей родной республике. Хочу сказать еще раз в адрес нашего многоуважаемого Владимира Владимировича, что мы не забудем ваши отношения к Дагестану, к дагестанцам и каждому из нас. Всех вам благ, здоровья, долгих лет жизни. Уже в ближайшее время Сергей Меликов встретится с членами правительства республики, чтобы определить стратегию работы на перспективу. Мурад Ахмедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Первые шаги нового в Рио главы Дагестана. Накануне Сергей Меликов провел встречу с общественниками. Руководителя региона интересовало состояние дел в республике. В частности, меры по борьбе с коронавирусом, проблемы в сфере экологии и незаконное строительство. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Зумруд Гамидов. Борьба с коронавирусом и здоровье каждого дагестанца – главная задача на сегодня, отмечает Сергей Меликов. По мнению в Рио главы Дагестана, в период пандемии простые дагестанцы, представители общественных и религиозных организаций, доказали, что объединившись, они могут выстоять перед любой угрозой. Дагестан достойно ответил на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом достаточно достойно. Поддержка федерального центра, а главное – внимание президента России Владимира Владимировича Путина к проблемам Дагестана переломили тяжелую ситуацию, позволили достичь позитивной динамики, снижения заболеваемости. Новый руководитель рассказал и об условиях, необходимых для эффективной работы в Дагестане. Немалую роль, считает Меликов, играет и общественная палата, которая является связующим звеном между властью и людьми. Общественная палата при этом должна тонко чувствовать и оперативно реагировать на проходящие в обществе процессы, выступать площадкой для введения конструктивного диалога власти с общественными организациями. Необходимо более эффективно использовать заложенный в этом институте потенциал для разрешения социальных конфликтов, предупреждения протестных настроений, снижения в целом социальной напряженности в обществе. Председатель Совета Старейшин Республики посетовал, что далеко не все чиновники являются профессионалами. Он попросил Меликова не торопиться с назначениями и немного присмотреться. Кроме того, Абдулла Магомедов призвал чаще посещать районы Дагестана. Как старше прошу вас не торопитесь. Вы сами сказали своему аэропорту. Подождите немножко, сразу посещайте людей, посмотрите, кто чего стоит. Хотя бы три месяца там, один, два, хотя бы. Не сразу. В свою очередь, председатель общественной палаты Абдул Мукмин Ибрагимов подчеркнул, что общественной палате удалось решить немало вопросов и сделать все, чтобы власть слышала о проблемах дагестанцев. Вместе с тем, Ибрагимов считает необходимым публичное обсуждение кандидатов в депутаты с обозначением их заслуг перед народом. По его мнению, общественность должна больше знать до начала выборов о кандидатах в представительные органы. Надо уходить от действующего формата, когда общество не знает будущего кандидата в депутаты. А фотография в крупном плане появляется по всему избирательному округу накануне выборов. Кто они? Какие их поступки и дела послужили основанием для водовещения? Попросили Сергея Меликова обратить внимание на реконструкцию дорог, электрических и водопроводных сетей. Также общественник Булат Чанкалаев напомнил о необходимости сохранить Ильтавский лес и озеро Агель. Будем сохранять, будем делать все возможное. Ленинская администрация, ВИЦ Магомеда Алхасова делает все возможное. Администрация делает все возможное. Именно природы, общество, пулата. Но все неравнодушные люди. Давайте вместе соберемся, сплотимся один единый пулат и сделаем все возможное, чтобы сохранить наши эти проекты. Далее мероприятие продолжилось в форме свободного диалога. Сергей Меликов согласился с важностью практически всех озвученных проблем и обещал по возможности начать их решение. Кроме того, руководитель региона пообещал, что такие встречи станут регулярными. У нас есть представители общественной палаты, есть представители других общественных организаций. Пожалуйста, обозначайте эти проблемы и мы их будем решать. У вас доступ прямой. Зуброд Гамедова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Побывавший в Дагестане на неделе зампред правительства России Юрий Трутнев раскритиковал работу в инвестиционной сфере. Федеральный чиновник осмотрел в республике ряд объектов, в частности посетил инвестплощадку «Уэтаж», а также морской порт Махачкалы. После этого прошло совещание в правительстве республики. Обсудили состояние коммунальной инфраструктуры, сельское хозяйство, работу морского порта, а также вопросы развития туризма и республики в целом. Трутнев отметил, что ждать высоких результатов мгновенно, преждевременно, поскольку Сергей Меликов только заступил на новую должность. Тем не менее, высокопоставленный чиновник заявил о готовности оказать поддержку в решении проблем республики. А их накопилось немало, прежде всего в экономической сфере, поскольку Дагестан занимает 80-е место по привлечению инвестиций. Федеральный гость остался очень недоволен работой инвестплощадки «Уэтаж». Я сейчас не хочу разбираться, кто и почему плохо работал. Площадки 8 лет, а объем инвестиций сегодня половина отложенных федеральных средств. Это, ну, скажем так, ничего красивого в этих показателях нет. Важнее выводы. Вывод простой. Надо не сейчас вот там всех подгонять, этим тоже придется заниматься. Но при планировании таких вложений, при планировании таких площадок надо точно разбираться с каждым проектом. Сергей Меликов, говоря об итогах совещания, подчеркнул, что оно больше было посвящено непроделанной работе, нежели выполненной. В Рио главы республики рассказал, как будет работать с выявленными труднивым проблемами. Если ты мне задали вопрос, какие планы. Я вам сказал, что план нам определил, руководитель страны, а вот корректировкой планов мы будем заниматься. И сегодня по линии экономического развития республики, скажем так, мы получили первый мастер-класс по корректировке тех планов, которые у нас уже есть. Мы от них не отказываемся. То есть то, что сделано, будет продолжаться и в вопросах промышленного развития республики, и в вопросах сельского хозяйства. Но нам очень серьезно нужно задуматься над такими перспективами, как развитие туристических кластеров, как развитие или использование морской акватории, развитие морского порта. И сегодня эти вопросы на совещании были обсуждены. Дагестан получил 40 миллионов рублей на выполнение комплексных кадастровых работ. Это позволит гражданам сэкономить. Теперь им не придется оплачивать дорогостоящие услуги, которые необходимы для госрегистрации. Как идут комплексные работы в регионе, узнавали мои коллеги. Чтобы приобрести, продать или даже подарить земельный участок, людям необходимо пройти через ряд формальностей, и при этом они нередко сталкиваются со множеством препятствий. Ведь точки границ участков должны быть рассчитаны по определенным координатам и внесены в единую базу кадастро. Для решения проблем, связанных с уточнением земельных границ, Росреестр разработал проект по проведению комплексных кадастровых работ и объявил конкурс среди регионов. В пилотном режиме в нашей республике первыми участниками программы стали Сулейманстальский, Казбековский и Гунибский районы, а также города Махачкала, Буйнакский, Дербент. Проще говоря, сейчас собственники земельных участков могут обратиться в Росреестр для того, чтобы уточнить границы своих владений. И все будет сделано абсолютно бесплатно. Работы по уточнению земельных границ проводит специалист. Он осуществляет топографическую съемку, определяет фактическое местоположение и составляет межевой план. Это поможет решить множество проблем, в частности, предотвратить земельные споры с соседями. Ну, основная идея этих работ, уже сегодня об этом мы говорили, в том, чтобы на тех территориях, где мы эти работы проводим, чтобы полностью исключить вопросы, касающиеся земельных споров, пересечения земельных участков, отсутствия регистрации права собственности на жилые дома, на государственные объекты и иные объекты. В поселке Шамхал-Тырмен более двух тысяч зарегистрированных хозяйств. По мнению главы поселка, упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ в целом благотворно скажется на положении собственников земельных участков. Были очень много жалоб со стороны наших жителей. Неоднократно они обращаются и в НФЦ, и в другие структуры, с целью, чтобы узаконить свои земельные участки. По иным причинам много приходит отказов. Устраняет, опять отказывает. Я считаю, что эта работа сейчас облегчит нашим жителям. Стоит отметить, что участие республики в столь важной программе стало возможным благодаря работе, налаженной Минимуществом Дагестана. Эти работы проводятся именно для того, чтобы людям было легче, удобнее и бесплатнее. Потому что те работы, которые мы сейчас проведем, дадут возможность уточнять и границы своих земельных участков, и все кадастровые работы проводить уже бесплатно. Но эти работы позволят нам полностью все земельные участки, все оксы привести в соответствие. Наведение порядка в земельном вопросе – это важная задача не только для инвестиционного климата, а и в целом для стабилизации обстановки в имущественной сфере. В случае успешного завершения работ Дагестан может стать участником программы и в следующем году. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Шамхал Термен. Общероссийский народный фронт доставил 75 кислородных концентраторов в первую городскую больницу Махачкалы. Это уже вторая партия крупной поставки, передаваемая медучреждению участникам проекта ОНФ «Регион заботы». Общая стоимость оборудования оценивается в 12,5 миллионов рублей. Эти кислородные концентраторы высокого качества. Они просты в использовании и имеют низкий уровень шума во время работы. Они являются спасительными для самых тяжелых пациентов. Крайне необходимы они не только людям с ковид-диагнозом, но и пациентам с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. В проектном офисе «Региона заботы» отмечают, что медоборудование в дальнейшем будет использоваться также для пациентов, нуждающихся в палеотивной помощи. За это время Российский народный фронт «Регион заботы» оказал нам материальную помощь, гуманитарную помощь. Для нас это очень важно было. Это, чтобы вы понимали, каждый кислородный концентратор – это чья-то жизнь, спасенная жизнь, улучшенная жизнь. Мы, врачи, очень благодарны «Региону заботы», очень благодарны «Нюты Федельмессер», которая взялась с такой огромным желанием помочь, видя, насколько это необходимо для нашей больницы. Я так думаю, что со всем этим стоит огромное человеческое сердце. А глава Минздрава Дагестана сделал прививку от COVID-19. Вакцинация проходила в Республиканском центре инфекционных болезней. Джамалудин Гаджи Ибрагимов рассказал о своих ощущениях после иммунизации. По его словам, самочувствие хорошее. Не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных явлений. Как видите, чувствую себя прекрасно. Уже почти два часа прошло после того, как я вакцинировался. Чувствую себя прекрасно. Министр также отметил, что вакцинация – дело добровольное и пообещал дальше информировать о состоянии своего здоровья и реакции организма на прививку. Напомним, Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан Ницем имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В Дагестан первая партия медикаментов поступила в середине сентября. На выплаты дагестанским медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, выделено 522 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Всего по России на выплаты медикам выделят 11,2 миллиарда рублей. Любопытно, что больше, чем Дагестану на эти цели, выделено только Москве и Санкт-Петербургу. Отмечается, что деньги будут перечислены из резервного фонда правительства России. Представители одной из самых благородных и нужных профессий отметили на неделе свой профессиональный праздник – День Учителя. Сегодня педагоги работают поистине самоотверженно, каждый день вкладывая крупицы знаний своих учеников, несмотря на невысокую зарплату. Моя коллега Хадижа Курбанова, а тех, для кого работа в школе – радость, долг и призвание. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Здесь все по классике. Звонок и учитель начинает свой урок. Будни учеников и педагогов Тухчарской СОЖ – это бесконечный круговорот знаний. От старшего к младшему, от опытного к неумелому. И здесь могло бы показаться, что учитель всегда дает, но никогда не получает, лишь истощая свои силы. Но это не Асалимат Курбанова и дети, это ее ежедневная эмоциональная и духовная подпитка. Выходя за территорию школы, встречают меня дети. Они меня обнимают, стараются как-то угодить, несут мою сумочку. Затем на переменах они рисуют открыточки, дарят сердечки. Вот такой момент, я понимаю, как же важна для меня эта моя профессия. Радуют дети и Шамайни Матулаевну. Она отдала учительскому делу уже 40 лет. За это время выпустила множество классов. С некоторыми из ребят, которые ей как сыновья и дочери, поддерживают связь и ныне. С детьми я отдыхаю, с детьми мне интересно, с детьми работаю, живу, как говорится. Жизнь идет, когда дети со мной, и я с ними. Есть в Тухчарской СОЖ и молодые специалисты. Да вот только их по пальцам можно сосчитать. Одна из них – Джамиля Гасанова. Она работает в школе уже 5 лет. Говорит, что самое сложное в учительском деле – завоевать авторитет учеников. Ведь силу возраста они не всегда воспринимают учителя всерьез. Как получить отдачу от детей, когда ты в их глазах предстоишь неопытным преподавателем. В их глазах ты выглядишь, наверное, не совсем. Может быть, им кажется, что, возможно, ты не очень компетентен. Поэтому, наверное, было сложно завоевать их уважение и доверие. Привить, скажем так, понимание, что молодой тоже может их научить. Чему-то так же, как и взрослый. Тот факт, что учитель передает знания ученикам, которые они несут всю свою жизнь, это действительно стоит очень многого. В сельской школе всего 28 учителей. Это дружный и сплоченный коллектив. И если хоть одно звено этой маленькой образовательной цепи выйдет из строя, восстановить ее будет очень сложно. Прежде всего потому, что сегодня квалифицированные учителя на вес золота. В республике, как и в целом по стране, в школах ощущается острая нехватка кадров. Профессия учитель теряет престиж. И с каждым годом это становится все более ощутимо. В последнее время, как бы кто ни говорил, я считаю, что педагогическое образование, оно престижа упало. То образование, которое давало в советское время, сейчас, к сожалению, после 90-х годов не дают. Практически учителя приходят в школу неподготовлены. Может быть, от того, что наверняка из-за того, что зарплата очень маленькая. Поэтому наверняка, я считаю, в школы идут только самые смелые, которые действительно влюблены в свою профессию. Главная мотивация для учителей, несмотря ни на что, это дети. Их благодарность, любовь и переданные знания, которые станут для них путеводными. Педагогическое мастерство принято считать не столько профессией, сколько призванием. И это действительно так. Ведь тех, кто осознанно выбирает преподавательскую деятельность, не страшит ни нервное напряжение, ни низкая оплата труда. Педагогика – это искусство отдавать, но приобретают здесь не только ученики, а всё общество. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Новолагский район. Тем временем в Дагестане 24 тысячи педагогов получили надбавки за классное руководство в размере 5 тысяч рублей. Надбавка была выплачена в соответствии с распоряжением Владимира Путина. Если учитель имеет два и более классных руководства, он получает две выплаты по 5 тысяч рублей. Эта выплата – часть зарплаты и должна начисляться одновременно с ней. Соответственно, с 5 тысяч рублей будут удерживать 13% подоходного налога. В случае неполучения указанных средств можно обратиться на горячую линию Миноборнауки Республики. Как сохранить яблоки до весны, чтобы свежими подать их на прилавок? Задача эта нелегка для всех, кто занимается садоводством. Чтобы сохранить урожай, нужно специализированное фруктохранилище. Такое теперь есть в Кузилюртовском районе. СПК Сулакский уже начал принимать фрукты на хранение. Там накануне побывал первый замминистра сельского хозяйства Республики Шарип Шарипов. Как продлевают жизнь скоропортящимся продуктом, увидели и мои коллеги. Покупая яблоки, особенно зимой, мы уже привыкли, что они должны быть красивыми и сочными. Но как производители умудряются сохранить их такими так долго? На этом предприятии реализован инвестпроект по организации фруктохранилища с общей мощностью 1200 тонн, который оснащен современным оборудованием, что позволяет хранить фрукты и овощи в свежем виде вплоть до начала весны. Конечно, надо отметить, что по программе Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан мы совместно, участвуя в гранте, построили фруктохранилища. Надо отметить, что в основном все холодильное оборудование настроено автоматически. Здесь автоматически регулируется влажность и также регулируется температура. То есть, фактор человеческий здесь минимизирован. Объект был сдан в эксплуатацию весной этого года и сюда уже начали поступать на первое хранение яблоки. Всего намечено заложить более 300 тонн плодов и это только начало. В перспективе хранилище будет полностью заполнено плодо-овощной продукцией, как местных производителей, так и завозной в регион. Мы сегодня находимся на площадке Спока-Сулакской, Кизель-Уртовского района, где мы говорим нашим землякам, зимой будем есть наши яблоки. Вот этот пример эффективной реализации проекта развития потребительской кооперации, когда инициатор Джабраил Магомедович успешно сумел реализовать проект, и наши жители будут такие вкусные яблоки потреблять и зимой. Пока заложено на хранение порядка 150 тонн плодов, оставшаяся часть будет поступать по мере уборки. А уже зимой заложенные на хранение яблоки поступят на рынки, причем не только на рынки нашей республики, но и других субъектов России. Зумруд Гамидова, Башир Алиев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Кизель-Уртовский район. Уже не фантастика смоделировать брелок-ориентир для незрячих и стать начинающим разработчиком виртуальных приложений. Все это под силу совсем юным, но очень креативным подросткам, воспитанникам махачкалинского кванториума. Работы в пространстве виртуального мира для героев нашего следующего сюжета были высоко оценены на национальном этапе конкурса рабочих профессий WorldSkills Russia. О том, что конкретно делали ребята и как им удалось достичь успеха в сюжете наших корреспондентов. Проложить рельсы, установить перроны и запустить поезд. И все это в виртуальной реальности. Такие задачи легли на хрупкие плечи юной Лилы Магомедовой. Это сейчас она с гордостью демонстрирует нам результат работы. Но на момент участия в конкурсе было тревожно, признается Лила. По регламенту соревнований, в которых она участвовала с командой юниоров, им нужно было создать элементы дополненной реальности. В нашем задании нужно было сделать так, чтобы здесь, как вы видите, вы рельсы. По этим рельсам должен двигаться поезд. Задача нелегкая и, возможно, все удалось не в той мере, в которой хотелось скромничать Лила. Однако же медаль за профессионализм – это весомая награда, которую удалось получить на национальном этапе конкурса молодых профессионалов. Создавать вымышленный мир – хобби, которое увлекает Лилу уже давно. А в кванториуме девушка занимается три года. Впереди экзамены и поступление в УСНУ. Для себя юная программистка уже решила – обязательно свяжет судьбу с виртуальной реальностью. Мне просто нравится то, что я каждый раз, когда пытаюсь что-то сделать новое, смотрю видеоуроки, пытаюсь повторить это, у меня не с первого раза это получается, а со второго или с третьего. И тем самым я запоминаю, что я делала до этого. И мне это нравится, что это не так легко. Лила – далеко не единственная воспитанница махачкалинского кванториума, заслуги которой были высоко оценены на национальном этапе конкурса молодых профессионалов. В соседней группе также уже не первый год занимается Аиша Султанова. Ей в рамках конкурса предстояло решить проблему социального характера, придумать ориентиры для незрячих людей в пространстве. Люди с проблемами зрения могут получать информацию в двух видах – с помощью звука и тактильно. В общем, надо было один из этих способов использовать. У меня было много идей, в том числе очки с подобными функциями, как сейчас, какой-нибудь браслет, но я все же остановилась на брелке, потому что это показалось мне наиболее удачным и удобным вариантом. Первым делом промышленный дизайнер изображает задумку на графическом поле. Все детали, а в данном случае это три кнопки – треугольник, квадрат и круг, каждый из которых выполняет определенную задачу сканирования, звукозаписи и сигнала СОС. Первые два пункта преимущественно пригодятся в учебе. А вот сигнал СОС оповещает опекуна о том, что незрячий попал в сложную ситуацию. Лейла продумала все – как брелок будет выглядеть, какие функции выполнять и с чего он будет сделан. Да, это было сложно. Противники довольно сильные, потому что их регионы довольно развитые, и они знают больше, могут знать больше. В Дагестане направление программирования все более востребовано. Это видно и по количеству детей, проявляющих интерес к занятиям в кванториуме, и по результатам конкурсантов. И это только первые успехи на всероссийском уровне, но далеко не последний, уверен Саид Амиров, который выступал заместителем главного эксперта на национальном чемпионате. Нам есть куда расти и куда стремиться, считает молодой человек. Радует только то, что уже сегодня виртуальная реальность интересна для наших ребят. То есть ребята у нас могут быть двух направленностей. В любом случае все проходят одну программу, когда они осваивают, и в кванториуме, и в IT-кубе. Они осваивают одну программу, связанную виртуальной реальностью. Но у каждого из них есть возможность выбрать то, что им больше нравится. Либо это программирование, как ни крути, все равно они осваивают программирование. И если кому-то потом покажется это либо менее интересным, либо как-то судьба распорядится, что они пойдут немножко в другую сторону, у них все равно останутся навыки классической разработки, классического программиста, которые сейчас супер востребованы вообще в мире. Кванториум в таком формате пока единственный в республике. Он был создан в 2017 году Министерством образования Республики Дагестан в рамках НАСПроекта на базе Малой Академии наук. Занятия для ребят бесплатные. Осваивать языки программирования, робототехнику, заниматься графическим и промышленным дизайном, учиться разрабатывать приложения. Сюда приезжают даже из соседних городов. Для охвата нового направления образования детей в горных районах Дагестана совсем недавно был запущен мобильный Кванториум. Хадижа Курбанова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ «Махачкала». В Махачкале прошел финал республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходил в течение года среди школьников начального, основного и среднего уровня образования. Всего участие в конкурсе приняло около 700 школ, а это более 2000 школьников из разных городов и районов республики. Кто в итоге стал победителем, расскажет Хамзанур Магомедов. «Войска напали на нашу страну! Войска на народ!» Эмоциональное представление и красочное оформление декорации. Школьники разных возрастов театрально воспроизвели горестные и радостные страницы событий Великой Отечественной войны. За звание лучшей республиканской школы в финале соревновались 36 команд начального, среднего и основного уровня образования. «Участвуя и соревнуясь в данном проекте, молодежь приобретает и познает те лучшие традиции, то лучшее наследие, что нам оставят наши предшественники». Подведение итогов и награждение победителей состоялось во время торжественного обеда в ресторане «Сальва». Поздравить ребят пришли из министерства, ведомств республики, общественные и религиозные деятели. «Этот конкурс нам все-таки удалось реализовать. Дело не в том, что красиво называются «золотые правила нравственности». Дело в том, что дети имели реальный опыт. Не абстрактно, все-таки для маленького ребенка слова «честь», «нравственность» – это какие-то очень сложные философские категории. Они должны видеть и чувствовать примеры. «Лучшего, более осязаемого примера, чем подвиг наших дедов и прадедов, защищая нашу Родину, его просто невозможно придумать, его не нужно придумывать. Поэтому наша задача и задача этого конкурса, и, конечно, огромная благодарность всем его организаторам, и педагогам, и наставникам за то, что вот через вот эту великую память прошлого мы детей приобщаем к самым важным, самым сложным жизненным и нравственным категориям». По итогам финала конкурса победителем среди школьников начального уровня образования стала команда из Сулейман-Стальского района. Среди школьников среднего и основного уровня образования первые места заняли коллективы из учебных заведений Дербента. «Я с удовольствием участвовала в конкурсе. Много узнала о войне, и я сделала первое место». «Я хочу поблагодарить организаторов, инициаторов сегодняшнего мероприятия, конкурса «Золотые правила нравственности». Такого же характера конкурсы, они играют большую роль в жизни детей, в воспитании духовно-нравственного развития, патриотического. Это есть уважение к Отечеству, к Родине, это есть уважение к нашим предкам истории». «Этот конкурс очень многое дал нам и нашим деткам, потому что все дети очень большим сопереживанием готовились к этому конкурсу. Были очень много трудностей, но мы все их преодолели. Я думаю, сегодня все те, кто участвовал в этом конкурсе, они получили очень многое. И думаю, что бесценным этот конкурс ни для детей, ни для нас, взрослых, никак не прошел мимо». Всем победителям и призерам вручили грамоты и денежные вознаграждения. За первое место команды получили сертификат на сумму 50 тысяч рублей, за второе и третье место – по 30 и 20 тысяч рублей. «А мы уже разговаривали с Федеральным агентством по делам национальности Российской Федерации о том, что мы им отправим концепцию, чтобы сделать его всероссийским, потому что те вещи, те направления, ту основу, которая содержит золотые правы нравственности. И этот конкурс – это нужен любому субъекту Российской Федерации». Организаторами масштабного нравственно-патриотического конкурса выступили Минас Республики и Дагестанский гуманитарный институт при поддержке духовенства региона. Они намерены сделать мероприятие ежегодным, с привлечением ещё большего количества участников. Хамза Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Мурат Бигбарзов, Телеканал ННТ, Махачкала. Любительский клуб «Казбек» обыграл чемпиона и стал обладателем Суперкубка национальной футбольной лиги. Первый розыгрыш этого трофея состоялся накануне на стадионе Даггау. Атмосферу матча прочувствовал наш корреспондент Курбан Рагимов. Он с кромки поля следил за развитием событий. Грозный «Казбек» и сильный «Монолит». Так в МФЛ анонсировали игру двух лучших команд по итогам сезона. Встреча победителя регулярного чемпионата и обладателя кубка обещала быть жарко. Этот матч, забегая вперёд, вполне оправдал ожидания. С первых минут игра шла на встречных курсах. И в равной борьбе команды раз за разом обменивались острыми атаками. Каджи Магомедов, передача налево. Опасный момент. Шикарный удар Игасенов. Какая же реакция. У соперников ровно 50 минут, чтобы выявить сегодня сильнейшего. На трибунах их активно поддерживают болельщики, которые буквально гонят свои любимые команды вперёд. Казбек! Казбек! Группа поддержки из Казбековского района приезжает в Махачкалу каждую неделю. Для болельщиков матчи Лиги НФЛ это не только возможность поддержать свою команду, но и повод встретить своих друзей и сельчан. Каждый болельщик, каждый человек приехал из Казбековского района. Два часа пути. Где команда, где Казбек, там и наша команда болельщиков. Поэтому каждый день, на каждую игру будем приезжать и поболеть за нашу команду. Игра за суперкубок МФЛ символизирует начало нового сезона. В этом году увеличилось количество команд-участниц. Есть позитивные изменения в организации турнира. В частности, улучшилось качество видеосъёмки матчей. Игры транслируются в прямом эфире. Молодой и амбициозный коллектив Лиги буквально живёт своим любимым делом, стараясь каждым разом нести что-то новое. Это субботный день. Начинается он у нас в 7-8 утра. Завершается вечером, поздно. Усталость такая боя даже приятная. Люди, окружение. Помимо того, что есть 18 команд, в каждой команде порядка 20 человек в заявке. Этими людьми не ограничивается этот турнир. Есть люди, которые даже сегодня пришли около футбола, которые болеют, переживают. Это турнир, который всё равно даёт определённый досуг. Я не хочу говорить о каких-то больших вещах. Просто минимум для нашей республики, для нашего города Махачкала. Это хороший турнир. Это турнир, который есть возможность себя проявить, себя чем-то занять и хорошо провести время. Эффект 12-го игрока в этом матче, возможно, и принёс Казбеку свои плоды в игре с более маститым соперником. Развязка наступила во втором тайме. Счёт пушечным ударом после отскока из штрафной площади открыл защитник синих Гасан Камилов. После этого гола казбековцы сумели развить преимущество. За пять минут до окончания встречи Шамиль Саидов положил снаряд в девятку после розыгрыша штрафного. А затем голом после рикошета от защитника Монолита отметился Гарун Агалханов. Лишь в добавленное арбитром время чемпионы лиги сумели размочить счёт. 3-1 победа Казбека, который выигрывает свой второй трофей в МФЛ. Для нас игра сложилась очень хорошо. Пожалуй, самая дисциплинированная и качественная игра в нашем исполнении за всё существование МФЛ, наверное, сегодня можно было наблюдать. Нам больше повезло, я могу сказать. Сопернику ничего не получалось. И мы использовали свои моменты. И, может, больше хотели выиграть за счёт болельщиков. И стимул был такой. Новый сезон лиги МФЛ стартует уже в ближайшие выходные. Турнир с этого года носит официальный статус и входит в календарный план Минспорта. А это значит, что победитель, помимо денежного приза, получит возможность отправиться на чемпионат России в формате 8 на 8. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане уже более двух лет реализуется благотворительный проект «Верхом на солнце» при поддержке Минсельхозпрода Республики. В его рамках проводятся оздоровительные практики для детей с особенностями развития. Подробнее об ипотерапии. Материали Алины Багиловой. Ежегодно благодаря проекту «Верхом на солнце» бесплатно проходят реабилитацию около 100 детей. Проект предполагает регулярное проведение оздоровительных практик для детей с синдромом Дауна, аутизмом и детским церебральным параличом. Мы начали ездить два года назад. Приехали, мы практически, он даже толком ровно ходить не мог. Получить такой вялый ребенок, апатичный, не умел читать, никакого интереса к жизни не было. Как стали ездить сюда, он у меня стал уверенный в себе, научился читать, ему стало интересно. Имена лошадей, чтобы прочитать, он стал буквы у меня изучать. Он стал у меня уверенный в себе, стал ходить ровно. Социально значимый проект реализуется на базе конно-спортивных школ «Джигит» и «Ватан» и предусматривает проведение сеансов ипотерапии, реабилитации посредством адаптивной верховой езды. На сегодняшний день у нас очень хорошие результаты работы. Я не только инструктор, я также мама особенного ребенка, жизнь которой изменила лошадь. У меня дочь с аутизмом и, в принципе, разговаривать она начала, можно сказать, на лошади, что и привело меня в эту работу. По словам родителей, по терапии дает осязаемый результат. И в лечении их детей они начинают лучше разговаривать, улучшается их физическое состояние и психологический настрой. Видим, конечно же, положительную динамику. Ребенок стал более коммуникабельный, развивается, очень любит, конечно, своего коня. Алекса, любишь Абакат? Да, любишь Абакат. И хотим, конечно же, дальше продолжать это, и чтобы как-то это развивалось в Дагестане, ипотерапия, потому что нуждаются в ней не только мы, и очень много деток. Более того, дети с ограниченными возможностями принимают участие в различных соревнованиях. Не так давно они, например, привезли со всероссийской спартакиады четыре медали с четырех возможных. А это значит, что подобные реабилитационные практики дают ощутимые результаты. Сейчас тоже мы участвуем в проекте «Верхом на солнце». В прошлом году мы участвовали также в соревнованиях, то, что ей очень нравится. Каждый раз спрашивают. Из-за пандемии, конечно, у нас многое, что, в общем-то, отложилось. А так, в принципе, нам очень нравится. И не столько, сколько ей, мне и самой нравится сюда приезжать. Алина Багилова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ «Махачкала». Накануне в Махачкалу вернулись триумфаторы универсиады по регби. Мужская и женская команды из Дагестана завоевали золотые медали всероссийских студенческих соревнований, проходивших в Екатеринбурге. В аэропорту чемпионов встречали представители Минспорта и Федерации регби. Подробнее в нашем заключительном сюжете. Эти золотые медали и кубки – результат кропотливого труда и слаженной командной работы, рассказывают регбисты. В уральской столице подопечным Магомеда Гаджи Магомедова не было равных как в мужской, так и в женской части турнира. На студенческих играх оба коллектива представляли ДГПУ. Мы были, конечно, уверены в своих силах и не стали недооценивать соперников. И на финальную игру мы вышли с боевым настроем, что и помогло нам с уверенностью победить. Команда, естественно, была очень хорошо подготовлена, и к этим соревнованиям мы поехали, чтобы побеждать. И игры нам дались очень легко. Мы уверенно выиграли каждую команду. И не было ни капли сомнений, что мы поиграем. Разделить радость победы с чемпионами в аэропорт приехал замминистра по физической культуре и спорту Республики Гайдарбек Гайдарбеков. Он назвал успех рэкбистов историческим и выразил надежду, что спортсмены завоюют право попасть в состав сборной России для участия в предстоящей Олимпиаде в Токио. Все зависит от вас. Все зависит от вас, как вы тренируетесь, как вы относитесь к этому виду спорта. Ее надо любить, ценить то, что у вас есть. Сегодня большой результат, большой успех у вас. Ее надо еще дальше развивать. Я думаю, что для вас созданы все условия у нас в Министерстве спорта. На универсиаде в Екатеринбурге дагестанская регби заявила о себе во весь голос. Девушки уверенно прошли весь турнирный путь. В финале они с крупным счетом разгромили студенток из Кубанского госуниверситета. А мужчинам пришлось немного труднее. Сложная игра выдалась в полуфинале, где все решилось в дополнительное время. Мы долго шли к этому, никак не могли выиграть универсиаду. Мы постоянно попадали в тройку. На этот раз мы вернулись с новыми силами и показали на все, что мы способны. Была проделана большая работа в плане сборов. Было проведено большое количество тренировок. Все девочки очень сильно старались и выкладывались на всех тренировках. Были сборы с другими командами очень профессионального уровня. И это дало определенный результат, который сказался на этих прошедших соревнованиях. Этот сезон для дагестанских регбистов складывается весьма удачно. Одержаны победы на чемпионатах СКФО и ЮФО, а также на Кубке России по пляжному регби. Сейчас в планах небольшой отдых, а затем подготовка к очередному этапу чемпионата страны. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин